Каждого из нас когда-то была мечта собрать своими руками работающий летательный аппарат. И сейчас мы покажем, как при помощи коробки из Икеи, бутылки от колы и некоторым запчастям с Алиэкспрессом мы сможем осуществить эту мечту и запустить её в воздух. Для начала я попытался отобразить свой замысел на бумаге. Это те самые дроны? Самолёт будет напоминать по своей форме трехугольник. Закрылки будут присоединены к двум маленьким сервомоторчикам. Вот на самом деле это забавная фигня. Сливки Шоу часто делают такие неоднозначные какие-то намёки. Что-то такое вот, какое-то вот что-то вот это вот вы поняли. Ты такой смотришь, ты там что-то намекаешь. Или та ссылка какая-то. Центром корпуса самолёта будет пластиковая бутылка, под которой будет спрятана вся электроника, а на её конце будет моторчик с пропеллером, который будет тащить его в небо. Схему с точными размерами я нарисовал в специальной программе и привёз специалиста, который должен построить самолёт, а мы будем просто смотреть. Ну же специал... Наглядный гайд по сборке беспилотника. Если к нему прицепить пейджер, да б***ь, то будет просто бомба. И Сливки Шоу поставил лайк на этот комментарий. Интересно. Окей. Специалист, давай строй самолёт. Или ты специалист только по поеданию колбасы? Ладно, придётся самим делать. При помощи большой линейки наносим очертания самолёта на картон так, что полости воздуха внутри картона шли в направлении размаха крыльев. Потом вы поймёте зачем. Дальше при помощи острого канцелярского ножа делаем крылья по линиям и достаём крыло из картона. Получилось неплохо. Но есть проблема в виде вмятин, которые были сделаны на фабрике, чтоб человек изгибал в этом месте картон и таким образом собрал ящик. Чтобы это исправить, мы взяли вот такие деревянные палочки и вставили их в прорези картона, создав таким образом... Таким образом армирование крыльев самолёта и он станет гораздо прочнее. Теперь нам надо нарисовать контуры будущих элеронов. Это подвижные части крыла, благодаря которым он сможет поворачивать или набирать высоту. По краям элерона мы должны... Не будет работать. ...часть картона, чтоб он мог спокойно двигаться, не задевая при этом крыльев. После чего надрезаем верхний слой картона А на нём можно улететь куда-нибудь? Сесть на него и улететь. Благодаря чему мы сможем немного изогнуть его. Нужно подмять края надреза какой-то палочкой, чтоб он смог более спокойно двигаться. Главное, чтоб Хамас, б***ь, это видео не посмотрело. На Алиэкспресс мы заказали два б***я таких недорогих сервомотора с белым рычагом. Они поворачиваются медленно, но имеют очень большую силу для своих размеров. Наносим на крыло очертания сервомотора и аккуратно вырезаем отверстие под него таким образом, чтоб он плотно туда входил и не болтался. Теперь мы взяли вот такие пластиковые рычаги, которые мы должны разместить в прорезях элеронов и зафиксировать с другой стороны специальным зажимом. Дальше нам понадобится какая-то не слишком толстая проволока, которую нужно выровнять и загнуть ее кончик вот таким образом, что позволит зафиксировать ее в сервоприводе, а противоположный конец в зажиме... Да ёпт твою мать, чел. Уже тысячу раз пошутили. Ага, в итоге все должно работать примерно вот так. Проделываем то же самое с другим крылом и фиксируем... Вместе с ним китайцы прислали небольшую батарею, которая должна его питать, но напрямую подключать батарею к мотору нельзя. Нам нужен будет еще вот такой преобразователь напряжения, который подключается между ними. Также нам понадобится приемник, который будет принимать наши указания и передавать их на двигатели, каждый из которых будет к нему подключен по примерно вот такой схеме. Чуть не забыл про пропеллер. Мы заказали небольшой пластиковый оранжевый вариант. Мне удалось сэкономить и найти на сайте объявлений вот такой китайский... Достаточно все легко выглядит. ...кипульт, который я купил всего за половину его стоимости. Продавец сказал, что он использовал его всего один раз и судя по количеству осевшей на нем пыли, он мог говорить правду. Вставляем батарейки и кажется он работает. После небольшой настройки нам удалось синхронизировать стики пульта с двигателями и наш самолет начинает подавать первые признаки жизни. Да это говно реально летать будет. Двигателю хватит сил, чтобы поднять всю конструкцию воздух. Не думаю. Ни хера! Дальше я пошел в магазин за бутылкой для корпуса. Выбор был между Кока-Колой и Нести, но так как у Колы была более обтекаемая форма, то я выбрал ее. Но с другой стороны, крышка Кока-Колы была гораздо меньше, а учитывая то, что к ней мы должны прикрепить двигатель, это могло стать для нас проблемой. Но при помощи бормашинки я делаю несколько отверстий в крышке таким образом, что продев через них пластиковые стяжки, я смог прочно закрепить на ней двигатель. Дальше нужно будет нанести разметку на бутылке и прорезать длинную прорезь по всей ее длине, чтобы внутрь нее смогло поместиться крыло. При помощи двухстороннего скотча приклеиваем трансмиттер на центральную часть картонной заготовки и сразу за ней при помощи резинки крепим батарею, чтобы она была противовесом двигателю, который будет закреплен впереди самолета. Для включения питания самолета подключаем все разъемы к трансмиттеру и располагаем комплектующие так, чтобы все они были спрятаны под бутылкой. Я опасался, что во время испытаний у нас будет много крушений, во время которых картонные крылья могут повреждаться, поэтому мы взяли кусок армированного скотча и усилили с его помощью в переднюю часть крыльев самолета. Теперь прикручиваем к бутылке крышку, на которой прикреплен двигатель и подключаем провода питания. Китайцы придумали гениальный метод нежесткого крепления пропеллера к двигателю при помощи толстой резинки. Благодаря этому во время крушения или столкновения с деревьями, резинка растягивалась, позволяя пропеллеру немного изменить свое положение и благодаря этому не сломаться. Степа очень просил взять его на борт в качестве летчика-испытателя, но это было бы очень рискованно, чтобы впереди наш самолет ждали сложные тестовые полеты и возможно даже крушения. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы погрузили наш самолет в большой черный пакет и отправились на открытое пространство в надежде, что у нас все получится. Короче, понятно, нихуя не получится. Проводим предстартовую проверку сервомоторов и главного двигателя и запускаем. Так, это... Ну, собственно говоря... Мягко говоря, не совсем то, чего мы ожидали. Самолет пролетал 2 метра, после чего какая-то невидимая сила бросала его в сторону и он падает. Определенно что-то не так с конструкцией этого самолетика. Мы не можем закончить видео с таким позором. Не, ну это реально что-то позор какой-то. Поэтому вернулись домой и сделали два вот таких стабилизатора на кончиках крыльев в надежде, что они помогут самолету. Ну... Наверное... На нахуй. После очередных крушений У нас сломался пропеллер И мы вернулись домой, где мне пришла идея По облегчению веса самолёта Самолёт с целью Проще двигатели и пропеллеры Помощнее взять Сколько, блядь, я столько же вижу В них целых 37 грамм весила бутылка А ведь мы можем взять Маленькую бутылку, которая весит Всего 21 грамм Разделить её на две части И использовать только одну из них В итоге мы облегчаем самолёт Аж на 22 грамма Также я вырезал из картона вот такой хвост Который должен помочь самолёту летать прямо И это будет нашей последней попыткой Включаем двигатель И полетели Ну, это уже лучше, чем было Попробуем ещё раз После ещё нескольких попыток Я наконец понял принципы управления самолётом И мне удавалось удерживать её в воздухе И поворачивать Проблема в том, что если вы летите от себя И поворачиваете вправо То логично самолёт полетит вправо Но если он разворачивается и летит на вас То поворот стика вправо превращается в левый поворот самолёта Относительно вас И человеческому мозгу очень сложно приспособиться к этому Но уже на следующий день я хорошо овладел искусством пилотирования И теперь сознательно мог делать перевороты самолёта в воздухе И различные трюки Невероятно, как с помощью куска картона, бутылки и деталек с Алиэкспресс Можно осуществить... Вот, а вы на самолётах боитесь летать Тут тупо кусок картонки летать научился И не падает А вы боитесь самолёт сесть, думаете, что он упадёт Убить мечту детства И создать свой собственный летающий радиоуправляемый самолёт Осталось только научиться плавно его сажать Так как после стольких крушений выглядит он немного уставшим Но мы, конечно же, починим его И он опять будет как новенький Если захотите собрать себе такой самолёт То ссылки на все комплектующие оставлю в описании Реферальные ссылки, да? Вот, сука Вот, сука Ты кого разводишь, млядь? Где-где комната охраны? Где-где комната охраны?